Барокко, танго, блюз будут звучать в концертном зале «Родина» до рассвета. 5 ноября пройдет необычное выступление. Народный артист России Владимир Хомяков и солист филармонии сегодня в нашей программе расскажет, как это будет и что интересного приготовили артисты. Владимир Викторович, доброе утро. Здравствуйте. Ну вот расскажите, почему вы решили этот концерт ночью провести? Это может быть атмосфера какая-то определенная или еще что-то? Честно говоря, это не моя идея. Ага, не важно. Ну хорошо, кому в голову пришла эта идея и почему ночью? Ой, я не знаю, кому у нас в стране эта пришла идея. Эта идея как бы набирает обороты и во многих филармониях проводит. Наверное, это шло от ночи в музее, да? Наверное, оттуда пошло. Скажите, как это будет и какого эффекта ожидаете? Ну, у меня уже был опыт почти месяц назад, 1 октября, была программа классика джаз-рок. Нет, бах, рок-джаз. Вот. И... Он тоже ночью был, правильно? Ну, как ночью, в 10 часов вечера. Это ночь. Закончили мы в 20 минут первого. Ночью закончили? Для кого-то это уже ночь. Не на рассвете, нет. Вот. Порадовало то, что был полный зал. И самое главное, то, что было много молодежи. Вот. У нас вообще в стране анарганные концерты молодежь ходит гораздо более активно, чем на Западе, по всей Европе. Ну, мне просто достаточно часто приходится играть в Европе. И, как правило, публика такая возрастная. И то же самое, когда органисты, музыканты приезжают из Европы к нам, они очень удивляются и радуются тому, что это, как бы, интересует молодое поколение. То есть у этого жанра есть будущее. Ну, скажите, пожалуйста, вот 5 ноября. Что прозвучит в концертном зале «Родина»? Какие музыкальные композиции? Да, ну, здесь мы немножко меняем направление. И благодаря тому, что я буду не один, а с партнером, да, это замечательный саксофонист из Екатеринбурга, Игорь Порошук. И, естественно, будет классика, Бах, Марчелло. Будут импровизации. Это такая очень важная и, на мой взгляд, наиболее интересная составляющая подобных концертов. А также он предложил танго. Танго, естественно, пиецола. Вот, или какие-то вариации на тему пиецолы. Специально сейчас мы готовим новую музыку, которую мы никогда не играли. Вот, в воскресенье Игорь приедет на репетицию заранее. Вот, он в этом смысле молодец. Я надеюсь, что ничего не изменится, и как на прежних концертах с Игорем зал воспримет то, что мы им предложим, достаточно благосконное. Скажите, а много ли вообще органистов, которые исполняют на органе джаз? Если бы меня спросили лет 15 назад, я бы сказал, что в России я один. А сегодня я мог бы назвать еще несколько имен ребят, которые достаточно с интересом и достаточно успешно продвигаются в этом направлении. Вот, и, то есть, это как бы такая развивающаяся тенденция. А вот то, что касается органа, а действительно на нем можно сыграть вообще любую музыку? Не только джаз, там, ну, абсолютно любую. Ну, наверное, как на любом музыкальном инструменте можно сыграть любую музыку. Другой вопрос, стоит ли, вот, и насколько это оправдано. Вот, он, конечно, этот замечательный музыкальный инструмент, он очень сильно диктует, так сказать, что ему нравится, что ему не нравится. И иной раз, в том числе, если пытаться играть мейнстрим, то есть пытаться играть со свингом, то он скажет, не, ребята, я в эти игры не играю. Вот, то есть, этому инструменту все-таки ближе, если джаз, то это современный джаз, свободный джаз, вот. Ну, тангом я еще не играл, вот, попробуем, как это будет звучать. Мне кажется, интересно. Слушайте, да, мне тоже захотелось сходить посмотреть. А, Владимир Викторович, у вас сейчас есть уникальная возможность пригласить своего слушателя на концерт. Давайте еще расскажем нашим телезрителям, когда это будет, где, во сколько. Органное зало города Челябинска. Ну, и что бы вы пожелали буквально в двух словах, ну, скажем так, потенциальным слушателям? Надо им как-то настроиться на это? Да, есть одно пожелание. Ребята, приходите немножко заранее, потому что в прошлый раз стояла большая очередь. У нас стоит рамка с металлоискателем, и это проход через такой немножко затрудненный. Поэтому не приходите в последнюю минуту. Ну что, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Дорогие друзья, я напомню, что в студии мы говорили с народным артистом России и солистом филармонии Владимиром Хомяковым. Ну а далее выпуск новостей.